Всем привет, друзья! Да, вы на канале Тайная Налог. Ну что поделать, есть множество интересных моментов. Знаете, что самое интересное, я хочу вам показать. Вы когда-то нибудь верили в то, что происходит по всему миру? Я уверен, что нет. Есть множество интересных и необычных моментов. Ведь множество людей нас даже и не хотят слышать. Но я хочу вам кое-что показать. Вы, кстати, это видите. Не забудьте подписаться, поставить лайк, оставить комментарий и много чего другого. Потому что интересные моменты как раз и в этом заключаются. Ведь вам надо знать все интересное. И я как раз готов вам показать. Что на самом деле мы видим? Множество очевидцев даже считают, что скорее скоро будет конец света, нападение каких-то там существ на нашу планету, инопланетная угроза и так далее. Ведь множество людей так и верят до того момента, пока они сами это не увидят. Но есть то, что тяжело представить даже мне. Лично я скажу так. Множество событий, которые на самом деле происходят, они происходят не просто так. Есть множество видеосюжетов, которые подтверждают данные о том, что и как это все происходит. Есть множество доказательств того, что на нашу планету летит какой-то метеорит, астероид. И даже, друзья, уже говорят о том, что нашу планету захватят. Но так ли на самом деле, я не знаю. Поэтому я хочу вам, друзья, кое-что объяснить. За все время, которое мы искали какие-то разгадки, загадки, и множество событий, которые начали проявляться именно по всему миру, это не просто так. Посмотрите сами. Взять землетрясения, взять наводнения. Помните, множество событий произошло в Турции тогда. И вот момент, который произошел, множество жизней людей унесло. Все видели какую-то необычную вспышку, типа метеорит фиолетово-синего цвета. Но так ли на самом деле было? Кто-то даже начал говорить, что это сверхсекретное оружие, которое создает огромную, необычную электромагнитную волну и может сносить все города. Все тогда так же верили, а может быть, это так и есть. Но множество людей начали понимать совсем другую сторону. Они начали думать о том, что это, скорее всего, приходит конец света. И надо что-то делать. Но не было доказательств того, что на самом деле происходило. Мы видели множество странных, необычных моментов. Даже думали, что это сверхсекретные разработки или какие-то тайные вооружения. Но на самом деле, если взять ту интересную траекторию, которая на самом деле происходит, я стал понимать о том, что это все неспроста. Вот эти проявления климатических явлений, особенно у нас происходят, вы все знаете, в России, это бывают штормы, землетрясения сейчас в последнее время стало активироваться. Но теперь самое интересное. Все резко остановилось, особенно землетрясения. Представляете, вот ближе к Новому году все махом так остановилось. Этот год останется самым интересным, помимо того, что у него землетрясение. Но до этого момента мы видели множество разных событий. Природных и даже неприродных. Но самое интересное, вы спросите, а почему все это происходит как-то странно? В Саудовской Аравии мы видим дожди. И в других странах происходят ужасающие моменты, засуха или что-то пострашнее, пожары. А где-то происходит все наоборот. Там, где была пустыня, там происходит странный и очень интересный момент. Там появляются множество растений. Это было зафиксировано еще полтора-два года назад. Но сейчас видно, там уже все растет. Но в других местах, странах, где была зелень, там происходит ужасающая дилемма. Там засуха, нехватка воды, вечные пожары и так далее. Знаете, вот взять пустыню и взять нормальное место, где все росло. Теперь все там наоборот. То есть они поменялись местами. Да, вы сейчас будете говорить, это полюса и так далее. Нет, друзья. Если сравнивать ситуацию. Был очень интересный случай. 10 тысяч лет назад еще зафиксировали ученые. Что океаны, которые находились сейчас на Земле. Одним днем случилось так, что полюса были измененные. И вся вот эта вода, которая находилась в океанах, в морях, оно ушло на сушу. То есть, представляете, волна такая резко поменялась, это полюса, и вся волна ушла на сушу. И через несколько месяцев, где была засуха, то есть суша, там случились, можно сказать, потопы. Там вода осталась. Но через месяц эта вода ушла. То же самое, полюса опять поменялась, земля. И все ушло обратно. И есть множество событий, говорится о том, что наша планета состоит из очень интересными моментами. Почему мы качаем нефть, почему мы качаем газ, почему мы загрязняем природу, ведь это все так бесследно не останется. И есть множество моментов о том, что, скорее всего, может это повториться. То есть, океаны могут уйти на сушу. А суша останется там, где были океаны. Это очень странная и очень интересная треология ученых, которые задают множество вопросов. Я вас не пугаю, друзья. Я говорю на самом деле, что это может быть. И я не к тому, что вот сейчас вы все будете там строить ковчеги и так далее. Нет. Самый интересный момент это то, что сейчас надвигается. Это, как все утверждали, метеорит или астероид или что-то еще. Во многих событиях, да, это так странно. Потому что за последнее время мы можем увидеть множество необычных ссылок о том, вот, сейчас метеорит упадет в 2029 году. Все снесется и так далее. А что делать дальше? Если взять множество ученых, которые начали заявлять о том еще раньше, то множество богатых людей начали строить бункера. Это правда, друзья. Я не шучу. Множество событий, которые начинают сейчас появляться, это строительство странных, необычных сооружений. Можно сказать, целый город, который, вы сами понимаете, под землей. Люди к чему-то готовятся. Нет. Готовятся богатые к чему-то. То есть, они знают наперед. Илон Маск вообще заявляет, надо лететь на Луну, потому что землю надо спасать. А на Луну полетят, вы знаете кто, точно не бедные. Это полетят богатые, которые имеют миллиарды. Они там поселятся и будут дальше продолжать жить. Но это не точно. На Луну надо еще долететь, а еще приземлиться, а еще там обосновать базу. Но как идет очень интересное явление. Есть моменты, которым тяжело даже поверить. Там уже идет строительство. Полный ход. И там строят, уже как я знаю, построили много чего интересного. Если вы мне не верите, друзья, конечно, вы можете думать иначе. Но если вы мне верите, то поставьте лайк. И в общем, что нас ждет, мы узнаем это скоро. Ну, как утверждают, двухтысячный двадцать девятый. Но опять же, мне кажется, нас к чему-то подготавливают. К чему-то необычном формате. Даже страшно это говорить. А вы верите в это, то, друзья, оставьте комментарии. Ну, а сегодня, конечно, я с вами прощаюсь. Спасибо, что вы оставили много интересных комментариев. А я обязательно на них отвечу.